Спасибо большое. Я встану, с вашего позволения. Мне просто не видно зала. Я к такому уровню дискуссии не готов, половину слов я не понял. С товарищем МакЛюйным тоже не знаком и даже не переписываюсь с ним. Но на самом деле, если говорить о цифровом человеке, понятно, что ничего не есть фотографии или набор фотографий, все есть кино. Но если мы сейчас зафиксируем какую-то позицию, то ровно через пять лет мы будем говорить совсем о другом. Мы не знаем, какое движение тупиковое, какое не тупиковое. Когда меня тут называют патриархом, я с ужасом понимаю, что матушку Екатерину я еще не помню, конечно, уже маленьким был. А вот Александр Павлович, Николай Павлович, я их императоров знал хорошо. Поэтому все кино. Поэтому несколько тезисов на обсуждение. Первый тезис. У меня есть очень много молодых нейрохирургов знакомых. И людей, которые занимаются развитием мозга, вот они говорят, что человеческий мозг впервые за пять тысяч лет начинает претерпевать изменения благодаря цифровой революции. Сейчас скажу, как они говорят. Это не я, это они. Молодые ребята, 30-летние, лаборатория в Кёльне, лаборатория в Дюссельдорфе. Те, кто занимаются биомедициной, знают, что это институты мозга. Они говорят следующее. Упрощаю. Что пять тысяч лет человеческий мозг искал информацию. Для чего? Для принятия решений. Для чего нам нужна информация? О погоде, о курсе валют, в какой институт. Для принятия решений. Сейчас функция меняется. Это знаете, как вот палец был, сначала лапа такая была, а потом вот такая. Сейчас мозг должен отбирать информацию. Они долго и упорно пытались мне объяснить, что это совсем другая функция. С точки зрения даже вот там чего, нейроклетки, чего у нас там, я не знаю. Серого вещества. То есть на самом деле изменения происходят внутри первого изменения. Если мы им поверим, и поверим, что наша способность воспринимать, даже не искать, а отбирать информацию, совсем другое. Это как ходить на руках. Тоже ходим, но на руках. К чему это приведет, неизвестно. Но давайте возьмем первый тезис, что мы начинаем думать по-другому, потому что информацию искать не надо. Вот она, вот здесь, вот она. Вот все. Действительно, никуда не подходишь. Сижу, нахожу. И значит, мозг работает по-другому. Поток информации больше, и это правда. Могу вам сказать, что, скажем, пять лет тому назад на Эхо Москвы шесть агентств выдавало в минуту приблизительно 97 файлов. Сейчас 300. То есть человеческий мозг не справляется. Я даже нанял человека, который у нас называется второй глаз. У нас новая должность. Он сидит сзади новостника, говорит, ты вот это пропустил. Просто не успевает потребить. Это вот такое практическое применение. На самом деле, возможно, это и физиологическое изменение. Это первый тезис. Второй тезис, он не биологический, а социальный. Дело в том, что вот эта вторая революция, я на самом деле в статье сказал, что мы не проспали, а просрали, но они как-то очень интеллигентно, по-моему, обошлись с моими терминами. Вот с соцсетями, с развитием разных соцсетей, разнообразных соцсетей, мы теряем постоянно право на правеси. Хотим мы это, не хотим. Мы становимся абсолютно социальными. Индивидуально мы становимся социальными. Даже если мы не сидим в соцсетях, наши друзья, вот сейчас кто-то сфотографировал, кто-то из вас попал. Вот этот человек здесь, потом кто-то еще, кто-то в инстаграм ушел, кто-то твитнул, кто-то в фейсбуке написал. И вы там оказываетесь даже сами ничего не делая. И тем людям, или службам, как мне тут напоминают, которым необходимо про вас узнать все, они просто по вашим соцсетям всю вашу правеси поднимают. Ваше расписание, ваши вкусы, в какую еду вы едите, в какое кино вы ходите, что вы любите, что вы не любите, какое у вас настроение. Мы реально теряем, не думая об этом, шанс сохранить правеси. И тогда мы ждем обратной реакции. Какая обратная реакция, как защитить свою правеси, если вы хотите ее защитить? Понятно, создать ложного Венедиктова. Выпускать тепловую ракету, создавать в соцсетях другой, более туманный образ. Мне тут рассказывали, когда очередной донос на меня поступил начальнику, начальник листанул и сказал, что вы мне на Лешу принесли. Леша пьяница и бабник, это известно. Вот если он перестанет пить и встречаться, это проблема. Я создал этот образ, естественно, я пью много меньше. Ну, про бабника я не буду, там никто не измерит. Но на самом деле создание ложной картонной перед собой фигуры, это временная попытка сохранить хоть часть своей правеси. И следственно, у меня другое поведение, у меня двиантное поведение. Если я сознаю угрозу моей жизни, да, я публичный человек, но возьмите любого не публичного, себя возьмите и проверьте, что о вас, что ваши друзья, что ваши родные, что ваши знакомые, что ваша общественная жизнь. Можете ли вы собрать себя, там, за месяц, скажем, что, где вы попали, где вы написали. И тогда у вас появится желание закрыться, и вы будете по-другому вести себя в соцсетях. Возник другой цифровой человек, второй, третий, четвертый слой. Потому что мы привыкли там, даже вы привыкли, наверное, что все-таки частное некое право на частное сохранялось всегда. Мы знаем, закрывались двери, зажигались свечи, никуда никто не войдешь. Не получится. Все. Конечно, это, я утрирую, это, опять-таки, кино, и мы только в конце первой серии, или, вернее, второй серии. Поэтому это меняет наше поведение, публичное поведение. Но и частное поведение. Потому что, что мой сын про меня пишет в Фейсбуке, 15-летний, я тут недавно взломал и зашел. Я себя не узнал. Ну, наверное, он прав, а я нет. Ну, это правда, да? То есть, вот, значит, я должен корректировать свое поведение, исходя из этого. Я веду себя не как я себя вел до цифровой эпохи. Это социальная история. Создаем образы, мифологизируем себя для своей защиты, только для этого. Это вторая, второй, собственно говоря, тезис. И последний, третий тезис, который, мне кажется, наиболее страшный. Вот мы действительно проспали, проспали, будем говорить, тут много девушек и несовершеннолетних. Проспали две цифровые революции, имею в виду интернет, имею в виду социальные сети, как отдельную историю. Я этим летом ездил по штатам, пришел в Вашингтон-Пост, такая солидная, патриархальная газета с солидными толстыми дядями и тетями. У них три редакции, это сейчас про медиа. У них отдельно редакция газеты, бумаги. Отдельно редакция сайта. Но Бигдил у меня тоже отдельная редакция сайта. И отдельно, внимание, отдельно редакция соцсетей. Это люди с другими мозгами, по-другому пишущие. Нельзя журналиста посадить и говорить, делай мне для соцсетей это. Три редакции в одном. Я, конечно, сполошился, я понял, что что-то я не понимаю. И вот буквально неделю назад я поехал в Лондон смотреть и в лондонское отделение Босфида туда. Ребята, у них 150 человек, лондонское отделение. Это сколько же в головном офисе в американской компании? 150 молодых людей в возрасте до 28 лет, которые сидят, по всему миру шарят, дотаскивают новости. И, соответственно, их переписывают, переделывают, перестраивают, понимая потребление. И продают это. То есть это совершенно другое направление, которое существует. Они в Лондоне сидят, по-моему, 4 месяца. 4 месяца филиал. 150 рабочих мест. Людей с отдельными мозгами. И здесь что очень важно понять, последняя история. Что, с одной стороны, я не про медиа. С одной стороны, надо менять мозги, потому что мы торгуем информацией. Выбираем, торгуем, выбираем, торгуем. И меня не волнуют медиа, которые так называемые нетрадиционные. Там есть, как их побороть и победить. А вот меня волнует, как меняется потребитель вы. И вот эти люди, которые там сидят, они постоянно, каждый день говорят, как потребитель, как вы, новые цифровые люди, на сегодняшнем этапе, будете хавать этот продукт. Потому что завтра вы его будете хавать по-другому. А следующее поколение, моего сына, 15-летнего, будет хавать по-третьему или по-четвертому. И это все оказывает обоюдное влияние. Ну, в общем, я счастлив, что я патриарх и не доживу до Третьей революции. Хотя скорость такая, что боюсь, что и четвертую я смогу проспать. Но я предлагаю поговорить как раз и об индивидуализме. Потому что, конечно же, все это, цифровые революции, дело человека более индивидуальным. Но с другой стороны, они позволяют одинаково всем иметь доступ к этому. Понимаете? Происходит с одной стороны глобализация, а с другой стороны индивидуализация. Ну, вообще в медицине это называется шизофрения. Поздравляю вас, мы все шизофреники. Алексей, спасибо. У кого-нибудь, может быть, возник какой-нибудь вопрос сакраментальный? Ну или, окей, пока отложим тогда вопрос, и мы к ним подойдем позже. Передаю слово Дмитрию Навошу, sports.ru. Добрый день. Я в качестве… У меня, конечно, очень много соображений, возражений и прям резких таких каких-то претензий к сказазальным тезисам. Но я заявлю пару своих, а потом, может быть, продолжим. Я, поскольку работаю в индустрии медиа, прежде всего, конечно, хотел бы заявить какие-то тезисы, связанные именно с ней. С моей точки зрения, мы находимся прямо в центре какого-то такого шторма, в центре крупнейшего за последние 50, как минимум, лет со времени появления телевидения технологического, точнее, медийной революции, которая полностью изменится. И суть, точнее, не суть медиа, суть всегда остается. Она изменит то, как выглядят медиа, только не устроены, только не работают. Это изменит, конечно, к лучшему. Я абсолютно не подвержен алармизму антитехнологическому. Абсолютно меня пугают вот эти страшилки все, которые были озвучены. Но думаю, что поспорим об этом немножко позже. С моей точки зрения, все меняется к лучшему. Самая интересная революция, которая происходит в медиа, это вовлечение в медиа пользователей. Конечно, первыми это сделали соцсети, которые просто связали пользователей между собой и дали им инструмент самовыражения. Но соцсети, как и на самом деле любые технологические компании, экспансивны. Чем дальше, тем больше соцсетей становится медиа. Facebook, Марк Цюкерберг, его большая амбиция на протяжении многих лет – это рассказывать вам самые интересные, самые адекватные, самые актуальные истории и получать от вас обратную связь по ним. С моей точки зрения, из медиа выживут только те, которые тоже станут достаточно социальными. Если вывести за скобки, медиа для более взрослых поколений, для людей, которые просто не хотят менять паттерн потребления, такие люди есть, нужно относиться к ним с уважением и тоже для них достаточно качественно работать. Вот та самая первая редакция Washington Post продолжит это делать, поэтому она существует, пока достаточное количество людей, потребляющих именно ее работу, есть. Даже если посмотреть на достаточно, конечно, кризисный, все более скромный и убогий российский медийный ландшафт, даже здесь мы увидим, что среди самых крупных медиа, не вполне соцсетей, все-таки в основном социальные. Главное с огромным отрывом медиа для технологических специалистов, для разработчиков, продуктов, системных администраторов – это Хабрахабр, который процентов на 98 создается самими участниками сообществ. Главный проект про кино, Кинопоиск, процентов, может быть, на 99 создается людьми, которые это кино потребляют и делятся своими сообщениями, соображениями. И это, кстати, Кинопоиск – это прекрасный пример того, что я называю управляемым веб 2.0, когда с помощью структуры сайта, структуры этого медиа, некий хаос всеобщих впечатлений о кино направляется на создание стоимости. Те вынуждают поставить оценку фильму, вынуждают какую-то связанную дать рецензию, поскольку, если она кажется бессвязной, она будет внизу, ее никто не увидит. Самые содержательные, самые интересные будут подняты наверх сообществом, а не кем-то, не каким-то третьим лицом, не каким-то гуру. Мы на sport.ru давно, ну как давно, несколько лет строим такое же сообщество, абсолютно меритократическое. У нас некоторый геноцид новичков, поскольку в качестве новичка ты очень мало чего можешь сделать. Можешь какие-то комментарии писать? Ну что такое комментарии? Их очень много. И хорошо заметны только содержательные комментарии, которые оценены другими участниками сообщества и подняты наверх. И даже голосов у тебя мало, а у старых членов сообщества больше. То есть мы делаем все, чтобы чем больше ты контрибутируешь в сообществе, создаешь ценности, тем больше ты можешь на него влиять. Таким образом, вот эта меритократия позволяет нам из хаоса, который возник при допуске всех, абсолютно всех жителей страны, к высказыванию выбирать более содержательные высказывания, делать их заметными и делать, конечно, нас как медиа, как продукт более интересным. И создание таких инструментов, мне кажется, очень важной такой медийной работой, ничуть не менее важной, чем, не знаю, добывание эксклюзивов, написание репортажей и так далее. Потому что одна из главных проблем, вот почему у нас, извините, цифровая революция наступила, а какая-то другая революция в стране не произошла, и по-прежнему страна управляется каким-то старым способом. Отчасти потому, что пока такой хаос немножко, из него пока не выкристаллизовались смыслы, не стали заметными, они не стали общим знанием. И вот эта кристаллизация, мне кажется, очень важным и очень интересным процессом. Оставлю самые какие-то возражения, может быть, на время дискуссии и попробую второй какой-то тезис такой предложить. Это на самом деле влияние цифровой революции на оффлайн. Это, может быть, это ничуть не менее интересно, чем то, что происходит с медиа. И особенно интересно тогда, когда это влияние глубоко положительное. Хочу просто обратить ваше внимание на то, как в нашем городе был полностью переизобретен рынок такси, который казался чем-то из абсолютно такого советского прошлого. Какие-то мутные рожи у вокзалов, прокуренные салоны и хамы, которые обманывают постоянно и так далее. Это полностью все изменилось, и мы, наверное, потребляем это каждый день. И прекрасно все время удивляемся, как люди спрашивают, какое радио включить. Или дают сдачу в твою пользу, а не в свою, потому что рассчитывают на хорошую оценку от тебя. Почему это происходит? Потому что приводные ремни этих изменений тоже были созданы цифровой революцией. Этим приводным ремнем является обратная связь между качеством услуги, оказанным человеком, и его заработком. Потому что чем больше у тебя рейтинг, тем больше ты получаешь заказов, тем больше ты зарабатываешь, и это прекрасно. И вот, конечно, это то, что заставляет быть оптимистом в самые серые плохие дни и годы, которые, может быть, мы переживаем в этой стране сейчас. Потому что эти неумолимо создаются вот эти взаимосвязи. Не знаю, еще одна такая взаимосвязь создана для путешественников, TripAdvisor или Airbnb, где, опять же, очень много зависит от рейтинга, который вы ставите тем, кто продает вам услугу. И, опять же, люди, которые оказывают эту услугу лучше, зарабатывают больше. Не знаю, Foursquare или другие, там, Yelp в Штатах, которые оценивают рестораны. Это все вокруг нас. И, конечно, ждем, не дождемся сейчас выхода вот этих приемов, их использования в каких-то, может быть, еще более важных сферах, таких как управление страной. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы это, наконец, наступило. И я с большим интересом наблюдаю за теми механизмами, которые зарождаются для этого. Потому что, конечно, вся вот эта репрезентативная демократия, когда какие-то непонятные люди, непонятно кем выбраны, выбраны ли вообще, чего-то там решают, когда давно есть возможность уже для гораздо более прямого участия каждого из нас во всем этом. Нам может быть сложно выходить на площади или каким-нибудь дальнобойщикам приехать куда-нибудь в Москву. Все это можно, всю эту коммуникацию можно построить через Digital. И она может быть гораздо более точной и репрезентативной. Спасибо большое. Спасибо. У меня на самом деле была презентация, но я решил, раз никто не выступает с презентациями, я просто расскажу о своих тезисах. Они, скорее всего, будут больше из практики, из жизни, из того, чем мы в компании занимаемся. И у меня их всего три. Если продолжать предыдущих ораторов и говорить о том, что изменилось в поведении людей, то мы не считаем то, что наша социальная сеть является некой новой, виртуальной или какой-то дополненной реальностью. Это на самом деле продолжение реальной жизни человека, потому что если проследить о том, что если говорить о том, что контент сейчас – это ключевая особенность того, зачем приходят социальные сети, то в контенте существуют те же самые фотографии, это видео, это тексты, это картиночки. На что очень легко выстраивается ассоциативный ряд, что люди и раньше читали газеты, они и раньше читали книги, они и раньше смотрели телевизор. Просто изменилась среда и изменились привычки. И вот с этой точки зрения, тут мы говорим о эволюции, в которой… Я не совсем соглашусь, что это именно эволюция социальных сетей. Тут все-таки это вопрос того, что развился мобильный интернет, развились электронные носимые устройства, параллельно стали развиваться сами продукты, что привело в ту точку, в которой на текущий момент скорость распространения информации и те привычки, которые сейчас появились у людей, они вышли на совсем другой уровень с точки зрения эволюции. И самую жирную черту под этим провело как раз-таки… Это провело развитие именно носимых устройств. То есть недавнее исследование о том, что человек сейчас, просыпаясь утром, он сначала достается мобильный телефон, прежде чем пойти помыть зубы и покушать завтрак. Но по сути он все равно продолжает читать новости, которые когда-то много лет назад он просто читал в газете. И сейчас мы говорим о том, что я хочу сделать такой постулат, что «Одноклассикам» в следующем году 10 лет создавала социальная сеть как поиск людей. То есть по сути можно эру 2006-2007 года для «Одноклассиков» назвать как слоган «Reconnecting people». Потому что до нас на территории России этим никто не занимался. И мы восстановили огромное количество социальных связей. При том, что я не считаю, что это с какой-то точки зрения может быть плохо, потому что есть огромное количество людей, которые нашли друг друга на «Одноклассниках». Есть сумасшедшее количество историй, восстановления связей, нахождения родственников и всего остального. Но время прошло, технологии изменились, мобильный интернет пришел в нашу жизнь, девайсы, устройства и все остальное. И сейчас мы говорим о том, что ключевая особенность любой социальной сети – это контент. И мы говорим о том, что социальные сети – это крупнейшие медиа, которые не производят своего контента. Поэтому мой второй тезис, он непосредственно про медиа, в которых коснулась непосредственно эта эволюция с той точки зрения, что кардинально изменилась скорость распространения информации, изменилась сама среда, потому что многие издания отказались от газеты, от выхода в бумаги. И по сути, в моем, можно сказать, немножко некомпетентном понимании, потому что я не работал никогда в классическом издании, сейчас существует две особенности любого издания. Это редакционная политика и редакция, контент, который создается. И второе – это часть компании, которая отвечает за развитие самого издания. То есть откуда брать трафик, откуда брать аудиторию, как дальше существовать и выживать. И почему говорю сейчас еще про медиа? В том, что если посмотрим на социальную сеть, где ключевая особенность – это социальные графы, такие понятия, которые в обиход вошли как виральность, то медиа, помимо того, что среда распространения информации, электронные устройства, они изменились. И теперь при этом, при всем, зародилось еще то, что медиа конкурирует непосредственно с пользователями, которые на фоне социальных сетей стали как бы сами по себе медиа. Грубо говоря, они сами по себе контент, который они генерируют, сфотографировал, выложил, чем-то и не медиа. И при этом еще появилась очень большая полупрофессиональная прослойка. То есть если мы говорим про блогеров или про видеоблогеров, для кого-то это те люди, которые на самом деле за счет этого живут, это для них профессиональная деятельность, но при этом они не часть редакции, и у них нет большого издания, возможно, какого-то большого бренда. Хотя на эту тему можно поспорить, потому что многие из вас наверняка смогут назвать один-два очень известных видеоблогера. И мой третий, ну, собственно говоря, завершая тезис, да, можно говорить о том, что я тоже готовил слайды, в которых мы сейчас наблюдаем ситуацию, в которой есть телевизионные каналы, которые некоторые из своих франшизы в первую очередь запускают в социальных сетях и готовят массовую поддержку именно с точки зрения социальных сетей, либо интернета. При том, что это классический телевизор, который продолжает оплачивать очень большую цену за продакшен качественного контента. Если мы говорим о медиа, то как есть изменения в том, что классические медиа, которые пытаются трансформироваться, создавать мобильные приложения, приходят в социальные сети и отказываются от бумаги, при этом есть медиа, которые зародились за последние несколько лет, у которых никогда не было ни бумаги, ни таких каналов распространения. Так и то, что мы говорим о том, что сейчас в радиостанции всевозможные, все типы медиа, они стараются использовать различные каналы получения аудитории, получения трафика, в том числе и социальные сети. И есть тому масса примеров. Последний тезис, если мы все-таки говорим о фестивале рекламы, то можно было бы говорить о том, что когда-то много лет назад не было такого понятия, как бренд-журналистика. Ну, во всяком случае, может, я слишком молод еще, конечно. Но при этом сейчас мы наблюдаем совсем другую картину. Сейчас мы наблюдаем то, что бренды и агентства в связке со своими агентствами сами по себе становятся медиа. Они генерируют огромное количество контента. То есть можно посмотреть группу киндера, в которой дети-видеоблогеры, либо виральные ролики, либо прекрасная компания «Вольво», которая производит шикарные ролики, и очередной их ролик опять многомиллионным тиражом стал расходиться. То есть, возвращаясь ко второму тезису, в котором мы говорим о том, что классическим изданиям плохо от того, что пришли пользователи, появилась полупрофессиональная прослойка, так при этом в этот же мир еще пришли и классические коммерческие истории бренды, которые тоже стали медиа. И если мы посмотрим на любую социальную сеть, то основным драйвером, основным инструментом в ней является лента, ту, которую просматривает пользователь, из которой он потребляет новости, видео, информацию о бренде. То есть это основная точка входа, в которой есть жесткая конкуренция. И тут можно говорить о том, что говорил Алексей Алексеевич, о том, что информации стало слишком много, и, соответственно, от поиска информации перешли к тому, что есть определенная форма ее фильтрации. Когда мы говорим о том, что в одной ленте валится очень большое количество информации, очень большое количество медиа, и все пытаются в этом играть. Ну, единственное, что, конечно, можно говорить о том, что эта эволюция еще не закончена. Она продолжит развиваться, потому что она за собой несет изменения экономической модели. Как для классических изданий, так для бизнеса, так и, собственно говоря, для социальных сетей. То есть, если мы говорим о том, что классические издания, такие как «Эхо Москвы», оно уже присутствует во всех социальных сетях, то есть вопрос еще о том, что происходит дальше с экономикой, и что с ней дальше произойдет, и во что это вылится. Спасибо. Спасибо. Вадим Ильич Клицов, Российский исследовательский центр интерната вещей. Всем добрый день. Я хотел бы продолжить тему, поднятую Екатериной, цифровой антропологии, потому что помимо чисто практических вопросов privacy и защиты частной жизни, то есть прозрачности каких-то практических вопросов управления политическим развитием технологий. А я как исследователь в области философии и техники, меня больше интересуют долгоиграющие, можно даже сказать, космологические перспективы, в частности, развития интернета вещей, потому что нужно понимать, что это не просто модный тренд умных холодильников или трекеров, то есть это новый способ коммуникации, то есть формирование новых способов взаимодействия межсубъектных, то есть между нами межобъектных, субъект объектных. То есть здесь вот такие новые термины, как межмашинная коммуникация, то есть бигдата. То есть об этом я не буду говорить, я буду защищать свой единственный тезис, но перед этим я просто, может быть, если кто не знаком с термином интернета вещей, скажу, что более адекватный термин интернет всего, то есть там идея очень простая, то есть любое событие физическое, вплоть до квантовых, это поток данных, который можно оцифровать. И сейчас интернета вещей еще не существует, то есть он находится в процессе становления, то есть формируются протоколы, стандарты коммуникации, на основе которых философскими терминами формируется некая новая антология. Так вот, мой тезис заключается в том, то есть последних лет, может быть, то, что будущее развития интернета вещей, оно усилит и без того уже существующий тренд, тенденцию стимулирования или какой-то ревитализации мифопоэтического и архаического сознания. Я сейчас попробую защитить этот термин, у меня будет в тезисах много непонятных слов. Развитие так называемых киберфизических систем, оно каким образом стимулирует вот эту архаику, то есть некое синкретическое мышление мифопоэтическое, которое было в древности. Соответственно, возможность коммуницировать с помощью фотографий, с помощью видео, с помощью смайликов и так далее, то есть это только первый шаг, то есть мы переходим к невербальным, к несловесным, не символьным коммуникациям, основанным на потоках данных. То есть, собственно говоря, в будущем будет возможность непосредственных нейрокомпьютерных интерфейсов и нейронейроинтерфейсов, может быть, слышали о нейронете так называемом. То есть, соответственно, все это вкупе с усиленным использованием GPS-трекинга, картографических сервисов, все это стимулирует пространственно-образное мышление, которое как раз и присуще архаике. Далее, приобретенная способность вещей, артефактов запоминать с помощью штрих-кодов, QR-кодов, с помощью RFID-медок. То есть, можно сказать, что в кавычках вещи учатся говорить. Вещи учатся за счет сенсоров, за счет доступности беспроводных сенсорных сетей, образно говоря, чувствовать. И с помощью всепроникающего компьютинга, с помощью удешевления, встраивания в артефакты элементов процессинга, можно сказать, информации. То есть, вещи учатся думать. Вот все эти тенденции, они как раз отсылают к анимизму так называемому. То есть, вещи становятся живыми, и, соответственно, наши предки тоже считали предметы живыми. Но только мы переходим на какой-то новый уровень. Далее, новый уровень удаленной связности, удаленной возможности так называемого коннекционизма, оно стимулирует развитие новых форм магии. Новых форм цифровой магии. То есть, они очень похожи на две формы магии, которые раньше были. То есть, основные формы магии – это контагиозная магия и симпатическая магия. То есть, контагиозная по соприкосновению, симпатическая по сходству. И, соответственно, я просто постараюсь отследить ход мысли. То есть, вот эти два вида магии, они соответствуют двум основным механизмам мышления – метафоре и метанемии. Вот, соответственно, в разумных средах, так называемых, в разумном городе, в умном доме и так далее, то есть, мы имеем дело уже с некой объектной метафорой, то есть, межобъектной метафорой, то есть, и с новой формой магии. То есть, и следующее подтверждение тезиса. То есть, мы имеем дело со сплавлением виртуальной реальности с физическим миром. То есть, у нас сформируется некая гибридная реальность. Не физическая, не виртуальная, а именно гибридная реальность. И все это также актуализирует черты, характерные для архаики. Я просто их озвучу. Это персонификация объективного и антологизация субъективного. И просто завершу вот этот, может быть, непонятный доклад. Все эти тенденции, они наводят на мысль, что пространство, так называемое, то есть, ну, сейчас их называют разумными пространствами, то есть, это видно в работах некоторых цифровых художников, да, сайенс-арта. То есть, пространства могут стать максимально персонифицированными и даже телесными пространствами. То есть, вот об этом хочется обратиться к профессиональным антропологам. И следствие наступления этой эпохи цифровой киберархаики, вот появление новых форм культур, спросить у профессионала. Спасибо. Вадим, спасибо. Ну, на самом деле, да, все мы слышали какие-то вопросы по ходу даже из зала на предмет терминов после выступления Вадима, да и на самом деле другие выступления в частности. Поскольку не так давно со своим коллегом Дмитрием Соловьевым из «Радости и понимания», это исследовательское агентство, мы сделали так в режиме выходного дня проект, который называется «Цифровой словарь», которым, в принципе, решали очень простую задачу – дать какие-то концепции и слова, которые помогут нам лучше взаимодействовать с миром. Мне кажется, когда мы слышим выступления, читаем какие-то интеллектуальные книги, и понимаем, что черт возьми, сколько еще на самом деле просто даже в русском, английском, литовском, любом другом языке незнакомых для нас слов, но которые помогают описать реальность. Наверное, стоит с этим тоже работать. Спасибо большое. Мы сейчас перейдем дальше к части дискуссии. И я бы хотел начать с вот такого момента. Условно, внимание вообще к теме, которой мы коснулись сегодня, и сообщество вокруг этой темы. На самом деле, некоторые спикеры уже сегодня заметили, что оно совершенно разное. С одной стороны, у BuzzFeed может быть за 4 месяца уже 150 с лишним сотрудников в Лондоне, а у кого-то еще и понимание того, что на самом деле страница в Фейсбуке полезна. И так далее, и так далее. То есть здесь на уровне медиа можно продолжать список до безгонечности. Но интересно другое. Интересно то, что в ряде мест нашего мира есть такие сообщества, которые к теме обращаются в совершенно разных углов, и многие как раз-таки с точки зрения гуманизма, гуманитарных наук. В частности, если говорить о таком проекте, как Camp Grounded, это лагерь цифрового детокса в Силиконовой долине, который существует довольно-таки давно. И это, по сути, такой бойскаутовский лагерь для взрослых, ну, в частности, для детей, куда приезжают ни много ни мало руководители C-уровня, топ-руководители Google, Facebook и многих других технологических компаний, да и просто простые люди, которые решили взять 3-4-5-дневный отпуск и немножко перестроиться. На самом деле там есть вот такие пакеты, но это на самом деле не оттуда, но идея абсолютно аналогичная. Вот я даже сейчас спикером передам их. В начале такого лагеря, ну и, честно говоря, здесь еще есть некоторое количество, если кому-то интересно, можете смело подойти и вот здесь их взять для себя, ну или можете там попередавать вперед, назад. Так вот, мысль в том, что в самом начале люди просто складывают туда все, что у них есть и вообще придумывают себе новое имя. Ну, просто какое-нибудь. Например, знаете, у меня есть такое развлечение, дурацкое совершенно, в Старбаксов. Я представляю с каким-нибудь именем. Поскольку я оригинальный из Литвы, я представляю с каким-нибудь дурацким литовским именем. Например, Альгердес. И потом пытаюсь дождаться, а как же это будет звучать? Кофе-латте для вот этого вот все. Это очень интересно. Это к вопросу, о чем уже сегодня говорили, где у нас идентичность начинается, заканчивается, продолжается. И вообще, есть ли сейчас, нужно ли пытаться как-то разделить или скорее нужно осмыслить и просто найти какое-то, собственно, более комплексное отношение. Здесь небольшое видео, надеюсь, оно у нас сработает, как раз-таки о том, что происходит в этом лагере. Hey, there. Кап is a safe place where you can be yourself and just have fun. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Being around inspiring, talented, creative people with intentions can profoundly change you in a very short period of time. If you just be the best you that you can be, people are going to gravitate to that. It doesn't matter if you're a musician or if you're the CEO of a company when you're doing archery. I express myself more in four days of camp than I had in probably four years. And just to remember that I'm a little kid on this planet. I love you. Well, коротко говоря, это можно до бесконечности смотреть. И, честно говоря, рекомендую почитать, посмотреть какие-то статьи об этом мероприятии, которое уже довольно-таки давно проходит. И интересно, знаете что? Там, возможно, обратили внимание, был такой момент, когда люди начинали печатать на печатной машинке, собственно, старой доброй. И дело в том, что там есть такое место, когда, ну вот представьте, вот этот наш стол, и на нем стоят печатные машинки, а там за нами лес. Ну, в принципе, ничего. То есть открытая площадка и дальше лес. И люди просто получают очень простое задание. Они им говорят, там есть один лист бумаги, вы можете написать вот все, что вы сейчас будете думать, собственно, о чем вы сейчас будете думать. И на самом деле огромное количество людей там после этих интервью есть в сети, можно их посмотреть, делятся, ну, такими своими, наверное, проблемами в какой-то степени, а некоторые, наоборот, воодушевлением. По тому поводу, что это было крайне для них необычно печатать что-то, не имея, ну, рядом открытых ссылок, исходя из которых они что-то там для себя придумывают, или открытых книг, просто перед ними лес. И как-то это происходит. Другой интересный момент конференции Summit Wisdom 2.0, которая проходит с 2010 года в Калифорнии, когда впервые этот саммит собрал 350 человек, которые представляли, опять же, технологические компании, специалистов из HR-департаментов, из маркетинг-департаментов разных компаний, брендов в частности, они собрались как раз-таки поговорить о вот этой конвергенции технологии, человечности. И этот саммит проходит каждый год. В этом году они собрали уже 2,5 тысячи человек на него. И это также представители как раз-таки и BuzzFeed, и Huffington Post, и многих других медийных площадок, которые также там делятся тем, как они работают у себя в компаниях над культурой, работая в очень, ну скажем, таких сложных, нагруженных информационным потоком организациях. Тоже короткая зарисовка. Сносящий, снасящий, снасящий, И мы решим, как делать это разнообразно. Все это не перспективное, ничего не растет. Все всегда двигается. И это знание, чтобы понять, что все испытания не перспективная. Потому что ты не держишься к испытаниям, и ты свободен к тому же испытаниям. Это связано с mindfulness и прочими практиками, которые распространены в многих технологических компаниях. Например, в принципе, по четыре года назад, три года назад Slon.ru вместе с нами проводил такой Digital Detox. Вот эти все методики, которые они там использовали, которые мы посмотрели. И, собственно, вопрос здесь, на самом деле, у меня очень простой будет к спикерам, ко всем собравшимся. Что мы думаем по поводу того сообщества, которое вообще есть в России, например, или в Восточной Европе, вокруг всего, что связано с человеком, технологиями и гуманным отношением к этому. Какие-то, может быть, есть мысли? Да, Дмитрий. Ну, это все выглядит, на самом деле, очень увлекательно. Выглядит, как такое детское приключение, которому нужно время от времени себя подвергать. Но, в целом, если честно, я с большим скепсисом отношусь ко всем вот этим инициативам по защите человека от цифрового мира, потому что, с моей точки зрения, они сопоставимы, не знаю, защитой ребенка от, вот у меня маленький ребенок, от того, чтобы он ходил. Он ходит, падает, ну, иногда больно. Но, в целом, нельзя, чтобы он лежал на животе все время, нужно, чтобы он все-таки действительно ходил, учился ходить, и через боль как-то вот, ну, в этом мире обустроился. Действительно, как Алексей Алексеевич заметил, человек меняется медленно, особенно физиологические изменения очень медленно происходят. Конечно, они отстают от технологической революции, и это приводит к некоторым проблемам. С точки зрения, ну, digital detox, ну, как бы, понятный ответ на, там, информационное ожирение, которое происходит у всех нас, у всех людей, connected people, всех, кто подключен, у всех, у кого и работа, и потребление медийное, и развлечение связано с цифрой. Мы, конечно, абсолютно напоминаем, как сказать, ну, в какой-то момент и ожирения физического не было, да, люди все были спортивные, подтянутые, они целый день добывали себе еду. Они должны были быть спортивными, иначе они умирали. А потом дефицит еды исчез, еда производится индустриальными способами, она, может быть, где-то даже чуть хуже становится, но в целом мой выбор большой. Ну, проблема ожирения достаточно новая для мира. Проблема информационного ожирения носит тот же характер. Точно так же мы с ней будем бороться, но это просто небольшое препятствие на пути развития цивилизации. С моей точки зрения, абсолютно несущественное. Да, здесь, мне кажется, очень важно, что как раз вы заметили вначале, что здесь нет никаких алармистов и технолудитов и так далее, и так далее. Действительно не об этом. Ну, то есть не нужно ломать Wi-Fi роутеры и выбрасывать мобильные телефоны. Да, видимо, там. Что еще? Да, Екатерина. Я, на самом деле, согласна с Дмитрием. Ну, я хочу... Я надоела, наверное, своим студентам, потому что некоторое время назад я начинала все свои лекции с цитаты одного профессора пожилого, который, выступая на конференции по интернету, встал и сказал, «One day you pay much money to be disconnected». И в определенном смысле, конечно, возникает необходимость в детоксе. Кстати, исследование, которое мы проводили, мои коллеги проводили в рамках нашего проекта, связанного с дигитализацией транспорта, выявило тоже очень интересную тенденцию, когда, например, Wi-Fi в метро воспринимался негативно именно с точки зрения того, что в метро можно было спрятаться. То есть, и респонденты говорили, «Боже мой, теперь и там не спрячешься, теперь и там мобильник берет, теперь и там я вынужден заходить в Facebook». То есть, действительно, потребность в зонах свободных от Wi-Fi, от связанности, она есть, но не та ли это потребность в разнообразии, о которой мы всегда говорим. А с другой стороны, например, исследователь из Санкт-Петербурга Олег Поченков, исследуя районы, возникновение городских районов, новостроек, обратил внимание на тот факт, что цифровые районы создаются гораздо раньше, чем физически возникают дома. И что получается? Еще со времен Земля говорят о том, что горожанин в городе, он абсолютно изолирован, он не знает своих соседей, он ни с кем не общается, не коммуницирует. Мы говорим, что интернет разобщает людей, они перестают общаться, они теряют навыки коммуникации фейс-то-фейс. Но на самом деле, согласно исследованию Олега, как раз наоборот, люди до того, как построены их дома, становились соседствами, они уже знали друг друга, они уже способны были решать вместе какие-то проблемы, они уже способны были вместе оказывать влияние на строительные компании. То есть они фактически оказывались теми сообществами, той grassroots инициативой, которые способны были повлиять на решения, которые касались их всех. И в этом смысле, как раз первым элементом, который помогал им стать таким сообществом, опять же, оказывалась сеть, сетевая коммуникация. Поэтому мне кажется, что все действительно очень амбивалентно. Знаете, вот эта ручка тоже опасна. То есть с ее помощью можно выколоть глаз. Но это не значит, что мы должны писать пальцем. Спасибо. Все фигня, по-моему, на самом деле. Что мы говорим? Мы начали говорить, вот это все, о чем мы сейчас говорим, залу неинтересно, ползала ушло. Я хотел бы обратить внимание, как бывший школьный учитель, я очень хорошо вижу, когда людям становится скучно, потому что мы начали говорить о себе. Не надо говорить о медиа, я слова не сказал о медиа. Мы говорим о том, что все присутствующие в этом зале, так или иначе, сейчас мутируют. Вот мутируют. Да, действительно, не очень быстро физиологически, я тут с Дмитрием совершенно согласен, а чаще не понимая, что они мутируют физиологически. Мы не понимаем. Я не отделяю президиум от зала. Но на самом деле, поведенчески, социально, не только каждый из нас мутирует, но мутирует наше окружение. Вот мутирование нашего окружения мы воспринимаем очень болезненно. Потому что кто-то из друзей что-то не так про тебя написал, и это стало публичным. Как реагировать? Ну, он же в своем личном твиттере написал. Я вам напомню эту историю, когда чуть не грохнули эхо, и это обсуждала вся страна, что Саша Плючев написал про сына главы администрации в личном твит-ленте. Личная твит-лента. Воспринимается как медиа, воспринимается как средство массовой информации, пропаганды и агитации, и все. Или там какой-нибудь человек по имени, предположим, Владимир Мединский написал в своем личном твите, что там типа фильм «Марсианин говно». После этого вдруг у «Марсианина» резко сократилось количество копий показанных. Это личный твит, не министр, а просто Вова Мединский. Так написал, написал. Кому надо – прочитал. Вот эта история, что на самом деле это далеко уже не личное, а начиналось как личное. Фолловеры кто? Друзья. Потом какие-то незнакомые люди. У меня в Твиттере там полмиллиона более, ну половина ботов, бог с ними. Ну 200 тысяч. Я меди или не медиа? Когда я пишу какую-нибудь ерунду... А все медиа? А? Все медиа. Абсолютно согласен. И это абсолютно меняет человека, потому что старые традиционные медиа там все-таки как-то отвечали там репутации, перед законом, там финанс. А я медиа, вот если у меня неизвестный ник, я медиа, да? Я ничего не отвечаю. Ни репутация, нафиг не, что вы обо мне думаете о каком-то там АВСТ, да? Там. Если я не зарабатываю деньги, я просто троллю. Просто получаю удовольствие. Пишу какую-нибудь, а? И вы все начинаете орать, да? А мне удовольствие. Получаю удовольствие. Это социальное поведение, извините за слово социальное, это общее поведение, которое накладывает отпечаток на ваших друзей, на ваших близких, на ваше знакомство и в конечном итоге на принятие вами решений. Поэтому не важно, что у нас с медиа происходит, мы как-нибудь разберемся. А важно, что каждый из вас, сам того не знаю, попадает в ловушку публичной жизни, будучи один в квартире. Да? И это прекрасно, моя точка. Я не понял, почему Дима говорит, что это ужастики. Это вот совсем даже не ужастики, для меня это прикольно, я живу вот после одной революции, после другой революции, после третьей. Это жутко прикольно, но надо осознавать, какие новые вызовы и угрозы лично для вас это несет. Дмитрий Васильевич. Просто осознавать, что вот это ваши риски. Это риски. Это прикольно. Быть прикольным, это тоже риск. Быть смешным, это риск. Быть убийцей, это риск. Быть веселым, это риск. Это риск ваших отношений с вашим окружением. Вот что случилось в этом мире, самое главное. Каждый шаг, это новый риск. Каждый публичный шаг, это новый вызов. Хорошо, не риск, вызов. А то он опять меня перебьет. Вот. Понимаете? Вот что надо делать. Спасибо. Сознавать. Я возражу, если позволите, очень коротко постараюсь. Но с моей точки зрения, мы все это делаем абсолютно осознанно. Ну, подавляющее большинство осознанно. По крайней мере, нас никто не заставляет. И, действительно, человечество, многие его представители отказались от значительного количества прайвиси, предпочитая. Просто это не приоритет по сравнению с самореализацией, с возможностью, там, быть частью сообщества, а не держать мысли в себе, с откликом. Людям нужен отклик на свои мысли. И, отчасти, поэтому, кстати, люди... Теперь я буду репликовать. Ничего не возражаешь. Ничего не возражаешь. Отказались, приняли новую роль, с теми рисками, которые есть. Ничего не возражаешь. Я согласен абсолютно. Просто люди... Я не согласен с тем, что большинство осознает. Я когда осознал, что мой сын меня описывает в Фейсбуке, ну, вот просто, я не осознавал. Я себя веду дома не так, как на людях. Понятно. Так он меня описывает в Фейсбуке, какое настоящее. Я просто про это не думал. Все заинтересовались, как же найти сына. Нет. Я сейчас приду, убью. Не сына, а страницу. Смотрите, сейчас мы просто застыли в каком-то таком времени, когда у нас часть мира изменилась. Вот эта плоскость информационная. И прекрасно, что мир становится более прозрачным. Сложнее делать плохие вещи. Про это многие узнают. Вот у меня в моем сообществе обсуждается, не знаю, мой коллега бывший ударил женщину. И все, человек, он не получит большое количество работы, например, в этой связи. Какой-то там, не знаю, там, кто-то оказался коррупционером. Какой-нибудь, допустим, прокурор. И, к сожалению, только вторая часть мира, вторая часть мира не пришла в движение. И не возникло вот здесь взаимосвязей от репутации человека, здесь и ролью, которую он занимает. А прекрасно, что хотя бы здесь вот эта прозрачность наступает. И, ну, делать сложные вещи тяжелее, а делать хорошие вещи просто больше мотивации. Я потом твит напишу, буду ретвитить. Это не прекрасно. Это по-другому. Прекрасно все. Прекрасно, когда есть правеси. Прекрасно, когда нет правеси. Да? Прекрасно все. Это просто другое. Нельзя говорить, было плохо, все закрыто, стало хорошо. Ничего подобного. Ты можешь ничего не писать. Но сейчас вот шесть девушек, любых, опишут, какая у тебя отвратительная рубашка. Посмотрите. Прекрасно. Возможно, у меня появится рубашка получше. Это же прекрасно. Да, да, да. То есть, на самом деле, я повторяю, я не спорю с Дмитрием, я просто хочу сказать, что и разнообразие в этом. Потому что для каждого из нас, давайте все-таки объединим зал и стол, для каждого из нас прекрасно другое. Разное. Разное. Вот в чем дело. Нельзя говорить, вот это прекрасно или вот это ужасно. Там, кто-то и человеческая кровь любит пить. Люди могут выбирать для себя роль, быть закрытыми или открытыми? Могут же. Еще раз, я тебе говорю, они могут не осознавать уровень прозрачности. Вот эта прозрачность, о которой мы говорим, она случилась, а, извините за тавтологию, случайно. Вот наше руководство в стране не осознает, и получает теперь. Слушайте, про наше руководство и интернет я знаю столько, сколько напишут на моем могильном камне. Ну, часть этого теперь знают и другие люди. Да, я пытаюсь, в том числе. Я просто хочу сказать, что на самом деле, вот как говорят здесь о этих самых несчастных лудистах, да, которые там били машины, но у нас в Думе лудисты, да, это партия лудистов. Я вам, я вам клянусь, там две трети этих людей пользуются интернетом, как бумажные газеты. Я их знаю, ну не всех, но многих. Им распечатывают с экранов до сих пор. Они на налогольниках смотрят только курс доллара, потому что они в бизнесе. Эти люди не понимают процессов. Мы видим законы, которые они принимают там по запретам, да, которые обходятся вот так. Ну да, но они вот, они этого не понимают. А тот самый мир, да, не понимают. Но при этом они тоже находятся в стеклянной банке, потому что про них пишут их знакомые, их друзья, их снимают, их упоминают. Возьмите любого вот неизвестного вам депутата, предположим, что-то заинтересовали. Наберите, мама родная, что у него в соцсетях, его соцсети. Вы вспомните эту ужасную историю, я просто был свидетелем, когда сбили наш самолет, ну вот в Турции, да, ну турки, в Сирии, наверное. Значит, через 20 минут, внимание, через 20 минут, была фотография сбитого летчика, убитого. Я даже не помню, какой твит был, потому что я сидел в ленте, я там, только приземлились в Екатеринбурге, и мы все там сидели, смотрели, что случилось. Фотография. У нас главное, сидят пять главных редакторов. Фейк, не фейк, как через 20 минут, после сообщения о том, что сбили самолет, все сообщали, помните, да, летчики живы, летчики живы, бум, фотография вот этого тела. И еще через 20 минут, его фотография в аэропорту, когда он улетал, да, там кто-то из, нашли в фейсбуке или где-то там, выложили и показали, что это один и тот же человек. Никакие не журналисты там, никакие не специалисты. Просто нашли и вытащили. Вот этот неизвестный погибший подполковник, никому неизвестный, кроме его семьи, ставший известным только, когда он погиб. И немедленно про него мы все знаем. То же самое происходило, извините уж политически, да, когда там на Украине воевали наши, не воевали, знаете. Раз вытащили, два вытащили, три вытащили, все доказали Псковское, Псковское ВДВ. Тяжелее врать, чем было раньше. Вы говорите, все не лучше, а по-другому. А все лучше, потому что раньше врать было проще. Но при этом можно... Это конечно, но при этом можно манипулировать. Извините, пожалуйста, слово фотошоп не рассказывать. Как мы, журналисты, можем, получив вот это, сказать, это правда или нет? Это фотошоп или нет? Но это не мешает людям все равно... Врать. Да, не то чтобы врать. Не мешает врать. Она может подделывать доказательства. Да, люди при этом в интернете не перестали меньше оскорблять друг друга. Люди не перестали, при этом на улицах меньше, нарушать правила дорожного движения. Тут еще вопрос того, что... А вы не задумывались о том, что... Юберизируется правило дорожного движения и улучшится как такси. Обязательно это произойдет? Не, не, не. Я не говорю о том, что оно не улучшится или положительного движения нет. Я говорю о том, что сейчас вот эта социальная эволюция, там, развитие интернета и носимых устройств, оно на пике находится. И может быть со временем этот хайп пройдет. И все только начинается, я уверен. Я здесь согласен. Возможно. Но при этом вот, не знаю, если моя личная точка зрения, что поведенческие характеристики с точки зрения того, что когда разгораются жаркие споры и когда высказываются точки зрения, происходит ли это в личном или это происходит, например, в социальных сетях, в принципе человеческая природа и там и там она одинаковая. Просто скорость распространения информации другая и то, что нарывает гораздо быстрее. Это понятно. Но с точки зрения того, что как личность люди никуда не эволюционировали на текущий момент? Абсолютно согласен, что с личностью ничего не происходит. Просто я вот все время хочу возвращаться к этим приводным ремням, к механизмам, которые заставляют нас быть честнее, не бить женщин кого-то или там не воровать, или не обманывать. Потому что мы говорим, да, обманывают по-прежнему, рисуют в фотошопе и так далее, но интернет прекрасный механизм разоблачения и обмана. Любой фотошоп очень быстро разоблачается. Простите, да. Спасибо. 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 Не согласен. Просто каждое вранье будет девальвировать, ее социальный капитал. Дим, я приведу другой пример. Я согласен. Потому что, смотрите, это как с изобретением оружия в смысле орудия. Вот изобрели пулемет. Пулемет можно для того, чтобы защищать людей, можно чтобы убивать людей. Это обоюдоострое оружие. Здесь возникла возможность сделать мир более кристальным, прозрачным и чистым, и одновременно, параллельно с этим, больше манипулировать и врать. Больше манипулировать и врать. И люди, которые действительно обладают огромным количеством внимания, скажем так, они с большим... Вот я, например, в Твиттере, я точно манипулирую своему полумиллиона. Я это делаю сознательно, потому как я должен точно понимать, что начальники, когда будут принимать по мне решение, должны помнить, что я безобидный пьяница и бабник. Понимаете? Конечно, это выстроенная роль. Конечно, это нарисованная роль. Безусловно, это моя защита. Можно сказать, что я вру? Ваш сын расскажет об вас. Нет, ну, насчет пьяница, он бутылки видит, Возможно, кто-то уже нашел сына, нет? Ведь сейчас же сидят и ищут, наверное, нет? Может быть, кому-то уже удалось? Я сейчас напишу, чтобы сделал все. Окей. Иначе Чизбург будет. Друзей, если подойти еще к такому моменту, как цифровая повседневность вокруг нас, есть, например, такая статистика соста, что 92% жителей Нью-Йорка начинают день с проверки смартфона. Я думаю, в Москве, да и в многих других миллионниках ситуация не отличается. Начинают они с почты или с Фейсбука или с какой-либо другой социальной сети. Мне интересно, как день начинается, как выглядит повседневность наших гостей? Если каждый как-то поделится. Ровно так. Я действительно, прежде чем нацепить очки даже на нос, я как та мартышка, которая смотрю на ладоник без очков, я нащупываю рядом со спальным столиком вот его, и начинаю смотреть специально подобранную информационную твит-ленту. Собственно говоря, у меня две твит-ленты. Одна, где я участвую, а есть информационная, где я только подписан. Я смотрю, ничего ли случилось, но я понимаю, что я в особом положении, если что случится, меня разбудят. Но, в принципе, я смотрю, чего такое, буквально только потом, значит, водружаю на нос очки, зажигаю настольную лампу, если темно. Я так начинаю день. Сложно будет найти кого-то отличного. от такого сценария. Могут быть только вариации отличаться. Но здесь я бы еще вот такую тему затронул, с которой как раз Екатерина начинала, которая мне показалась очень интересной для обсуждения, связанная с техноцентризмом и софтвером, который будет нами как-то управлять, на самом деле. Я не знаю. У меня, конечно, сразу возникло возражение, было желание сразу как-то в это уцепиться. Дим, смотрите, сейчас самая большая революция. Это про третью революцию, которую мы просрем. Может быть, вы знаете, это еще не очень широко было. Я, собственно, это знаю от Аркадия Володжа, который Яндекс, с которым мы тут встречались. Я езжу не только с американцами встречаюсь, с Павлом Дуровым встречался, потому что мне интересно, это люди будущего и Володж. Он говорит, что самая большая революция это то, что сейчас три автомобильных концерна в Германии объединили свои лаборатории и делают машину без водителя. То есть, ну понятно, да? То есть, это вы доверяете свою жизнь уже полноавтоматизированной системе. Вот они сидят, у кого есть чипы какие, в угла есть чипы, у кого еще есть чипы. И вот они сейчас сидят и делают эти автомобили, которые будут умные автомобили, вот эти вот, те самые страшные роботы, которые нами будут управлять и сами решать, куда ехать. И вот он говорит, я езжу туда и каждый раз я смотрю, как это все происходит, это будет совсем другой мир, потому что автомобиль это начало. Это начало. И я даже себе представить не могу, но я там любитель фантастики и фэнтези разный, как вы видите по майке. Но я себе реально представить это не могу, потому что я просто закрываю глаза на то, что нами будут управлять роботы. Помните, еще Карл Чапок про это писал. Изнутри еще, наверное, с развитием биотехнологий роботы вообще изнутри скорее всего. Треть бюджета частного, треть, ребят, цифра поразила в Штатах, треть бюджета, который идет на развитие перспективной науки, это биотехнологии. Биомедицина, биотехнологии. Треть всех частных вниманий в науке. Тратят люди эти деньги или роботы? Люди-то тратят. Люди-люди. Нет, я говорю о том, что биотехнологии. Я просто хотел бы, Арсена, поддержать. Это второе направление. Это сращивание. Извините за грубость. Это сращивание. А для туповатых, скажу, это протезирование. Но здесь я все равно возразил бы вот алармизму, если пока биотехнологии не касаться. А биотехнологии не касаться именно вот того, что нами будут управлять роботы. Но, извините, мы уже очень много наших функций перенесли на внешние носители. Функцию памяти сначала на книгу или там на свитки, потом на смартфон. Функцию вот там более сильного зрения на очки. Потом, ну, эскалатор нас тоже куда-то везет. Но, в принципе, это все управляется людьми по-прежнему. То есть это просто новые инструменты. Это новое качество инструментов. Да, машина будет ехать, будет, наверное, меньше аварий, а у нас будет больше свободного времени. Почему? Екатерина, может, поясните. Вот у вас немножко тревожные нотки звучат. Нет, я на самом деле амбивалентно на все это смотрю. И я действительно не вижу никакой разницы. То есть любая технология имеет свою оборотную сторону. Еще раз говорю, в ней есть опасность. Я тут не вижу как бы оснований для истерии по поводу цифровых технологий. Зато вижу много преимуществ. В частности, поскольку Homo sapiens это существо коммуницирующее, с точки зрения разнообразия коммуникации, возможности выразить себя в коммуникации, мне кажется, что цифровые технологии действительно предоставляют неведомые до сих пор возможности. И, кстати, когда мы говорим про детей несчастных, которые книги больше не читают, все плохо, разговаривать начинают в три года, потому что они в основном все видят, описывают мир в визуальных образах. Мы, например, сбрасываем со счетов то, что сейчас дети до 14 лет почти все уже как-то коммуницируют на иностранных языках. Они не задумываются об этом, но английский более или менее уже встроен в повседневность, потому что их общение, их сообщество в сетевых играх, например, оно уже мультилингвально, оно уже не является только русскоязычным. И они не задумываются о том, что изучение языка это что-то такое сложное, ужасное, нужно придираться через грамматику. Они просто это делают, поскольку язык — это естественное орудие коммуникации. Орудие — плохое слово. Так вот, то же самое по поводу цифровой технологии. А я хочу немножко… Может быть, я неправильно себя выразила. Я, поскольку конкретно мыслю, я привыкла к полевым исследованиям, я говорю про именно цифровую урбанистику. Дело в том, что когда мы говорим о том, что дигитализация проникает в ткань города, первый основной способ с этим работать и, в частности, выстраивать предложения для планировщиков состоит в том, что, ого, есть большие данные. Теперь мы сейчас весь город разметим на зоны, раскрасим их разным цветом, построим множество диаграмм и будем планировать город новый, исходя вот из этих данных. Я именно это имела в виду. То есть мне кажется, что в этом смысле и планировщикам, и архитекторам нужно спускаться на уровень ниже и смотреть на практики горожан, которые тоже постоянно связаны, и которые тоже находятся постоянно... Они же описываются большими данными практики? Вот не совсем. Как они ходят, сколько их ездят? Да, но Китчин говорит, что это скорее описываются интенции, потому что практики всегда меняются. То есть, условно говоря, большие данные, они слишком много индивидуальных проявлений просто выводят за рамки, потому что их очень сложно посчитать. В этом смысле такая математизация, например, дигитализация города, жизни горожанина. А что происходит? То есть, условно говоря, мы математизируем, не математизируем, потом монетизируем, кстати. И вначале собираем данные вроде бы индивидуальные, строим большую красивую картину, а потом уже опять выводим образ этого среднего горожанина. Понимаете? То есть, опять усредняя индивидуальность. Те, кто погрешность, они, оказывается, не учтены этим? Да, или как? Да, но просто погрешность и есть суть. То есть, грубо говоря, погрешность – это ни один, ни два процента, потому что, еще раз повторю, вся дигитализация горожанина крайне индивидуальна. Поэтому мы просто говорим не о том, что это неважно и неинтересно, мы просто призываем видеть два этих уровня. Вот, кстати, один из моих студентов, я уже решила, что возьму у вас контакты, сейчас занимается очень интересное, делает очень интересное исследование. Он изучает, как изменились практики спорта в Москве в связи с распространением мобильных спортивных приложений. Я расскажу, как я… Да, ну просто… Многие мои знакомые стали чаще ходить в фитнес-клуб, просто потому что можно зачекиниться, или делать пробежку, потому что ее можно опубликовать, потому что людям нужен отклик, ты этого отклика получаешь больше, ты больше позитива, так сказать, просто испытываешь из своих усилий. Правда, бывают эксцессы. Вот я вспомнил один, когда один мой знакомый отказался в Исландии пойти в прогулку по красивым горам, потому что забыл трекер дома в гостинице, и бессмысленно просто идти 10 километров, и это никуда не защитется. Но это отдельные такие срывы. Возвращаясь к начальному вопросу, хотел бы еще сказать, что на самом деле пропустили очень простой момент, и надо полагать, что в аудитории все равно есть люди, которые… Мы все работаем где-то, и все работаем какую-то работу, и я могу вполне спокойно работать свою работу вот с этого устройства. Поэтому, когда у меня спрашивают, когда рабочий день начинается, открыл глаза, рабочий день начался. Закрыл глаза, лег спать, рабочий день закончился. Разве не у многих так? Ну, то есть… Ну, и продолжаешь работать, как бы. С смартфоном? В обнимку. Да, и это к вопросу о том, что вот касались еще тематики того, что касается публичности или не публичности. Это вопрос даже банально. Если вы работаете, если у вас есть аккаунт в социальных сетях, и вы, не дай бог, где-нибудь в пресс-службе или в пиаре какой-нибудь компании работаете, вы же сами понимаете, что это больше не ваша личная страничка. Даже если вам не спустили какой-то специальный полис или не сказали об этом, вы, как профессионал, должны понимать, что это уже… ну, она перестала быть вашим личным пространством. Подожди, Арсен, это профессионалы. Вот я когда езжу по городам разным, я обязательно встречаюсь либо со студентами, либо со старшеклассниками. Ну, сейчас 100% у всех есть аккаунты, понятно, те, другие, третьи. Они не понимают, что это не их личная страничка. Они не понимают. То есть они считают, что это их личная страничка для их друзей. А это открытые аккаунты, даже закрытые группы в Фейсбуке. Потому что кто-нибудь потом что-нибудь перепостит и так далее. Это не страшилки, еще раз, я говорю, что если вы понимаете… накручивание, репосты, ответы, оскорбления… Вы что, не знаете, что по статистике самоубийств у нас резко возросло у молодежи именно из-за дебатов, дебатов, назовем это так, в соцсети. Я говорю, я своего мелкого 15-летнего приучу не реагировать резко на соцсеть. Неизвестные люди с неизвестными никами тебя начинают травить и оскорбить. Это не только в России. Это мы даже отдельный проект был посвящен. Это имеется, опять, девиантное поведение. И они начинают это… начиналось все как игрушка для своих друзей, а потом опа и все. Они не понимают, повторяю, я возражаю тебе, пресс-служба понимает, я публичный человек понимаю, поэтому манипулирую. А масса людей для своих это делает, для своих друзей постит картинки в Инстаграме. А потом получает. Посмотрите, в Инстаграме как люди, незнакомые вам, пишут комментарии по поводу ваших ног, девочки, по поводу ваших причесок, ваших платьев, как это отражается. Кто-то может про это выкинуть, а кто-то не может. Я видел, вы поднимали… Вы говорили, что вы все очень позитивно смотрели на эти все вещи, но тем не менее, мы это страшилки, мы все на ладони, мы все открыты, тем не менее… Может вы хотите? Понятное дело, но тем не менее, я не понимаю, какая это ответственность. Я не знаю, что будет на лице этика, и если я превращаюсь в СМИ, то я должна быть ответственной, и в этом действии нет. Вы не должны быть… Вы вообще запомните… Вообще, вы все никому ничего не должны. Запомните. И, собственно, свою должность, как индивидуальное лицо, собственно, свою должность вы сами определяете. Свои красные линии я буду определять, подписанные на ваш инстаграм, а вы будете определять, что вы туда постите, и как вы мне отвечаете. Никому вы ничего не должны. Снимите с себя этот груз. Это вопрос медиаграмотности. Это и есть социальное научение. Понимаете, маленький ребенок тоже не знает, что пускать слюни на публике невежливо. Это вопрос просто научения. Действительно, нам теперь для социального научения нужны другие навыки. И, на самом деле, курсы по медиаграмотности… Вот мои коллеги на факультете проводят уже не первый год конференцию. Курсы по медиаграмотности входят в программу средней школы цивилизованных стран. Поэтому тут вопрос… Да, действительно, социальность меняется, наше поведение меняется, правила его меняются, ритуалы, этикет. Но это касается всего, в том числе и одежды, например. Красим или не красим мы волосы, как мы говорим, какие слова мы используем, перебиваем ли мы друг друга и так далее и тому подобное. То есть тут нет какой-то специальной медийной особенности, которая была бы особенно опасна. Но она есть в том смысле, что медиа притворяются реальностью. Вы знаете, есть такая замечательная статья Андре Базена, называется «По поводу фильма, о чем мы сражаемся». Фильм снят в 1945 году. Он полностью смонтирован из хроник, которые были сняты на полях Второй мировой войны. И Андре Базен пишет об этом фильме как о очень опасном. Почему? Потому что он кажется абсолютно реальным. То есть кажется, что все, что происходит на экране, это отражение реальности. А на самом деле с помощью монтажа и закадрового комментария зрители внушают совершенно определенную мысль. То есть фактически мы говорим, ну да, действительно, медиа из-за своего эффекта реальности обладают некими дополнительными опасностями. Но мы же тоже приспосабливаемся к этому. Человек достаточно быстро приспосабливается. И плюс система научения. То есть действительно социальное научение должно несколько меняться. Должна быть гиена, должна быть экология цифровой среды. Но мне все-таки кажется, что запреты в этой области гораздо опаснее, чем ошибки. То, с чем мы сейчас сталкиваемся все-таки в России, это запреты. Такое желание очень сильно изменить, унифицировать и ограничить коммуникацию в сетевой среде. Вот это, мне кажется, гораздо более опасным для общества, чем ошибки, которые совершают неопытные пользователи. Я сначала хотел с вами не согласиться. Теперь я уже не знаю, с вами соглашаться я буду или не соглашаться я буду. Подождите. На самом-то деле есть еще один важный момент. Во-первых, в медиа, или вот вы, например, пришли, здесь в зале находится 50 человек. Вы же, когда входили в этот зал, вы же понимали, что будет достаточно большое количество людей. Поэтому я, сидя здесь, ну, я должен был понять, что мне надо принять душ и нельзя ругаться матом. Ну, то есть, есть базовые принципы, которые должны, вас вообще не сомневаюсь, ценю. Есть базовые, есть этикет, есть базовые принципы, которые человек придержится. Соответственно, если человек носит разные маски и в Твиттере, он у себя бабник и пьяница, а дома он себя ведет по-другому, то это как бы и находит отражение, мне кажется, в медиа. Осознанно или неосознанно. Но есть другая сторона вопроса. Вы же прекрасно понимаете. Facebook, Одноклассики или ВКонтакте, там есть модераторы, там есть определенная политика. А, есть люди, которые его делают и которые создают этот продукт, исходя из того, какие принципы в них заложены сами. Б, есть люди, которые модерируют этот контент. Соответственно, если я попытаюсь голым сфотографироваться или сфотографировать свою какую-то часть, которая не соответствует лицензионному соглашению или базовой этике, ее удалят. Либо есть вопрос того, что, если я себя в жизни веду как свинья и я буду продолжать себя там как свинья вести, но при этом не нарушать лицензионное соглашение, значит, кто я? На этом можно получить вполне конкретный ответ. То есть, с этой точки зрения, мне кажется, что после того, как общий хайп пройдет и придет какое-то устаканивание того, что мы понимаем, что мы живем во время очень быстрого распространения информации и как бы практически полного тотального отсутствия privacy, оно все потихоньку успокоится. Но даже сейчас все равно можно говорить о том, что кто бы не носил какую маску в социальных сетях поведенческие характеристики, они являются прямым отражением того, что происходит с людьми в жизни. Если это не история того, что вы именно медийная или публичная персона, на которой работает штат пиарщиков, да, и все остальное. Да, когда появились железнодороги, кто-то попадал под поезд, бывало, или там был напуган поездом, шумом поезда. Ну, то есть, это просто эксцессы и какие-то развития временные. Конечно же, нет. Ну, конечно же, это такое идеальное представление. Но, во-первых, соцсети разные, и там разные лицензионные соглашения. Я человек не фейсбучный, поэтому мне трудно что-то говорить про плюсики-минусики. Да, каждый выбирает. Но я хочу вам сказать, что дало нам возможность северо-эпоха делать публично. Мы каждый из 10 сидящих создаем свой разный мир. Даже когда я говорю сейчас что-то, во-первых, вы понимаете по-разному, что было всегда. Ну, естественно, когда человек говорит, реципиент со своим бэкграундом понимает по-другому. Но вы, публикуя это, отражаете не меня, а свое понимание. И люди, которые читают вас или читают тех, кто нас здесь публикует, они уже третий, четвертый видят нашу искаженную картинку. Поэтому, какие бы ни были лицензионные соглашения, каждый человек определяет сам ту красную линию, за которую он в публичной жизни, а это публичная жизнь, будет заходить сам. Нет никаких правил. Все. Правила рухнули. Услышьте меня. Правила рухнули. Потому что человек получил право и техническую возможность, которая на самом деле оказалась не технической, а принципиально идеологической. решать, что о себе и о других ему публиковать. Делать публичным. Делать доступным. И у каждого есть такая возможность. Я там выбрался... И вы говорите о масках? Нет, я не говорю о масках. Ничего подобного. Вот только что девушка... Как вас зовут, простите? Вот только что Аня говорила о том, что она сама не знает, где эти границы. А ее друзья, скажем, тоже не знают ту Аню, которую они получают в соцсетях. Это вопрос в том, что вы понимаете так, ваша соседка так, Аня так, я так, Арсен так. И все. Это разные миры. Поэтому... Вот публичные люди могут играть. Я ведь когда начинал твиттер писать, я был наивным, честным всего пять лет назад. И думал, что это вот такое же средство доставки. Я понял, что нет. Что это отличное средство манипулирования. Но я публичный человек. Еще раз повторяю. Да? И вот то, о чем говорил Арсен, важно разделять публичных людей, которые придумывают себе маски для чего-то, и просто людей, которые в какой-то момент начинают манипулировать для какой-то цели. Вся история. То есть получили права, не умея ездить. Так может не надо учиться ездить по прежним правилам? Поручили возможности. И вот мы сталкиваемся на этой дороге. И эти возможности никто не отберет. Государственная дума, лицензионное соглашение. Все протекает, все ломается, все расширяется. Еще раз повторяю. Мой тезис. Это не набор фотографий, это кино. И мы действительно еще в самом начале, тут я с Димой соглашаю, мы не знаем, что будет. Когда-то... Конец второй серии. Когда-то, когда-то Live Journal считался верхом человеческой эволюции. И все говорят, что будет в будущем мире, если каждый будет представить... Тупиковая ветвь оказалась. Может быть, Фейсбук скоро окажется тупиковой ветвью. Я говорю, я боюсь даже думать о третьей цифровой революции. И это не вопрос медиа. Забудьте, что мы там кто-то представляли или представляет прессу. Это вопрос индивидуального человека. Вы человек цифровой. Все. Даже если вы не участвуете, вас описывают. Вот сейчас наша с вами дискуссия. Представьте, у вас нет никаких социальных сетей. Сейчас она появится. Кто-нибудь начнет. И все будут говорить, вот два мудака сошлось. Друзья, у нас совсем мало времени. Например, понимаете, да? Кто-нибудь такой имеет право? Имеет. Я последнее хочу сказать просто такую вот одну фразу. Значит, был на открытии Ельцин-центра в Екатеринбурге. Кстати, потрясающий музей цифровой эпохи. Надо отметить, да? И подходит ко мне шеф протокола Ельцин, такой дед, 85-летний дядя Володя Шевченко. Мы стоим. Идет мимо девушка в короткой юбке. Ну, 21 век. Мы, значит, как два вот этих вот так головой ведем. Он меня хватает за рукав и говорит, Леша, в нашем с тобой положении ревновать поздно. Убивать надо сразу. Услышите. Это имеет отношение. Сразу. Спасибо. У нас, на самом деле, осталось еще много вопросов, которые мы не успели затронуть. Один из которых, на самом деле, это то, что называется интернет-зависимость. И, кстати говоря, здесь подготовили такой небольшой тест, который в скором времени еще появится. Как раз таки в Фейсбуке можно будет зайти на эту ссылку festival.ru 123. Ну и так, вот как раз немножко срез понять вообще аудитории, как люди относятся к интернету. Можете заполнить. Потом результаты получатся. На самом деле, большое спасибо, что сегодня присоединились. Очень было много полемики, наверное, с разных сторон. Разные точки зрения. Это мы с Дмитрием еще сегодня не поймали. Видимо, она продолжится. Да, и если есть еще какие-то короткие вопросы из зала, то, в принципе, мы можем пару минут позволить себе на них посвятить. Да. Алексей, а можно вопрос вам? А мы вот эти границы все отменяем? А у нас должно быть по разным уровням? Морально? Да. Да. Только мы все отменяем, только... Мы будем жить в хаосе. Можно я вам отвечу следующим образом? Во-первых, мы живем в хаосе. Во-вторых, мы всегда отменяли эти границы, потому что у каждого персоналити эти границы разные. Они по-разному понимали добро и зло. В течение всей истории человек вот эти пять тысяч лет понимал. Сейчас у него есть возможность это демонстрировать. Ничего в этом смысле не изменилось. Там... Мне трудно вам привести какой-нибудь исторический пример, да не эта тема. Но каждый человек в зависимости от своего воспитания и бэкграунда... Скажите, можно одновременно любить несколько женщин и клясться им в любви? Вот мораль. А? Нет. А как же мусульмане живут женами? Значит, их этика... Причем зафиксирована... Нет, этого не можете знать. Вы этого знать не можете. Вы этого знать не можете. Но я вам говорю, что эта этика зафиксированная, да, их пониманием, традициями, но сначала возникла как этика. Можно. И можно ли говорить о том, что это не морально, а морально любить несколько женщин? Не можем, потому что давно были люди, которые считали, что это морально, есть люди, которые считают, что это аморально. Есть люди, которые вообще в виде меня не заморачиваются. А убивать людей? Это как? Убивать людейcję, а если вы защищаете собственного ребёнка... Я вам сейчас нарисую массу таких придуманных сюжетов, вы скажете, да я бы убил за это, если кто моего ребёнка тронет, какой-нибудь педофил. Убил бы и всё, и вы скажете, правильно, и я бы убил бы, если бы педофил тронул моего ребёнка. Вот вам слово «убивать». Вы сказали слово «убивать». А если у нас на необитаемом острове люди голодные, вот они бросают жребик, чтобы выжить остальным, собой жертвовать. Я могу рисовать массу причин. Ещё раз говорю, морали этика подвижны. Всегда были подвижны. Но что сделала цифровая революция? Почему ваш вопрос отличный? Она из морали этики больших групп. Сначала они основывались на религии, на традиции. Она теперь стала индивидуальной. То, что я считаю допустимым. Да нет универсалей. Но они были. Нет, секундочку. Конечно, в своё время писали о том, что не убей. Но если, тогда убей. Понимаете? Не измени жене своей. Но если. Понимаете? То есть, но всё-таки это были универсалии больших групп. А сейчас эти группы рассыпались. В этом история. Что вы отдельно для себя имеете не просто понимать чешение, а право демонстрировать своё понимание о добре и зле. Демонстрировать. Это вы определяете. Это вы определяете. И закон. Слушайте. Вы сделали с вашими рисками. Вы что-то сделали, и ваши близкие от вас отвернулись. Вы что-то сделали, и вас выгнали с работы. Вы что-то сделали, и вас расстреляло государство. Это ваши риски. Раз вы демонстрируете своё понимание, переходя к действию. Раньше такие демонстрации были не так видны. Потому что вы либо пресса о вас написала, либо не написала. Понимаете, да? А сейчас вы сами об этом пишете. Или ваши друзья об этом пишут. Или ваши жертвы об этом пишут. Или кто угодно. Ваша семья об этом пишет. Это вопрос демонстрации. Вы слышите, просто поставили очень много зеркал. И мы как обезьяны высовываем языки и дразнимся. Себя, других и так далее. В человеке это было. Но демонстрация изменила картинку. Поэтому давайте вот про мораль и этику. Я вообще человек как аморальный, неэтичный. Может, не имею права про это говорить. Похоже, завязалась ещё одна ветка дискуссии с залом. Так, ну что ж. Время вышло. Короткий вопрос. Только короткий. Да. Вадим. В фейсбуке можно познакомиться. А я не фейсбучный. Не прочитаю. Вадим, если, там, говоря про какие-то книги и так далее, может быть, ты пару назовёшь из того, что... По-моему, на Озоне висит ещё книжка. А может и нет. Я давно не проверял, честно говоря. Ну, статьи, они опубликованы. В сети легко найти. Достаточно. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.